В Беларуси вступил в силу обновленный вариант избирательного кодекса. По новым нормам у кандидатов не должно быть иностранного гражданства, карты поляка или других подобных документов. Увеличен с 35 до 40 лет возрастной ценз для претендентов на пост главы государства. Один человек может быть избран президентом не более двух сроков. Изменяется распорядок досрочного голосования. Добавлены положения о Всебелорусском народном собрании. Бизнес будет работать вместе с госорганами для снижения негативных трендов в ходе регулирования цен. Белорусским предприятиям разослано порядка 300 анкет. Компании отмечают положительную тенденцию реализации 713-го постановления. Среди отрицательных моментов – уменьшение выручки, прибыльности, а также инвестиций. Главная задача – продумать дальнейшие действия, чтобы сдерживать рост инфляции. Студенты Могилевской области примут участие в строительстве музея воинской славы на Буйническом поле. В регионе набирает обороты волонтерское и студотрядовское движение. К акциям добрых дел в прошлом году подключились почти 9 тысяч юношей и девушек. В год мира и созидания работа не прекратится. Молодежь окажет помощь одиноким пожилым людям и продолжит благоустраивать захоронения времен Великой Отечественной. Реконструкция Титовского моста вышла на новый уровень. Готовы 6 опор из 7. Земляные насыпи со стороны Бобруйской Рогачева устроены на 90%. Произведена наладка гидравлического оборудования. Сегодня специалисты приступили к важному этапу строительства – на движке металлической конструкции в пролетные строения между опорами. На объекте круглосуточно трудятся 50 сотрудников. Задействовано около 20 единиц техники. В преддверии Дня женщин Белпочта предлагает поздравить прекрасных дам с праздником. 6 марта по всей стране пройдет акция «Весенний комплимент». В этот день в главных отделениях многих городов все желающие смогут подписать открытку для мамы, бабушки или сестры. А сотрудники компании доставят карточку адресату совершенно бесплатно.